Наш голубь берокрылый. Мы начинаем свой полет. И будет он счастливый. Учителя начальных классов выпускают в небо белых голубей. Символ новой школьной жизни. В 17-й школе в Азумрудных холмах теперь будут учиться 270 мальчишек и девчонок. Нарядные, красивые, улыбчивые. Сегодня они получают поздравления с Днём Знаний. У вас открывается, по сути, начинается новая жизнь. Новая жизнь. Она заключается в том, что вы каждый день будете получать новые знания. Это очень трудно, но в то же время очень увлекательно. И ваши новые преподаватели научат вас читать, писать, рисовать. Но самое главное, чему они вас должны научить, это научить учиться. Я вам хочу пожелать одного, чтобы вы всех, чтобы я, когда приду к вам на окончание учебного года, чтобы вы мне все сказали, что мы учимся на 4 и 5. Так? Молодцы! Я вас поздравляю с праздником! Напутственные слова от Дашкалят, небольшой импровизированный концерт и вот звучит звонок. Школа начальная, поэтому на первый урок первоклассников ведут не выпускники, как это обычно бывает, а старшие наставники, учителя. Это новая жизнь, новые просторы, новые интересные характеры, интересные находки. У каждого ребёнка своя индивидуальность и тем интересна наша профессия. Мы каждый день открываем что-то новое. И 1 сентября – это начало этих открытий. Ребят встречает светлый класс. На первом уроке оценок не ставят. Зато что-то новое для себя узнает каждый. 1 сентября педагог рассказывает первоклассникам о родном крае. Начинаем мы с того, что мы все живём в России, соответственно. Знакомимся немножко с символикой и знакомимся с красотой, необычными достопримечательностями и местами того родного места, в котором мы живём. В данном случае это Подмосковье, город Красногорск, река Банька, Москва-река – те интересные моменты, которые дети должны знать. А впереди уже самостоятельных малышей ещё ждёт экскурсия по школе. Им покажут библиотеку, столовую и игровые комнаты, где во время перемены каждый сможет отдохнуть от трудных школьных уроков.